Как до этого. Как хотела, так и делала. Да. Ну, тогда в чем проблема? Ну, проблема в том, что я это лет через пять только увидела, и это злость. Все, что я в дальнейшем, это как вот снежный ком. Сразу не обращала. Нет, я потом свекрови начала мстить. Хорошо, подожди, я понял. Что там надо было сделать? Ты чего-то не сделала все-таки там. Ты не выразила свое несогласие. Я не сказала этого, потому что я даже не поняла. Мне мама говорила, чего ты мне этого не сказала? Я не поняла этого. Я это забыла. Ну, ты теперь понимаешь, что ты должна выражать то, что ты чувствуешь. Я это сейчас делаю. И это не из-за ненависти. Посмотри, ты можешь очень спокойно и корректно выразить то, что ты чувствуешь, если это возникает. Они имеют право чувствовать эту территорию по-своему. Они имеют полное право чувствовать все, что они чувствуют. А ты имеешь право чувствовать, что чувствуешь ты. Тебе просто надо выражать это и все. Если бы ты выразила, это не осталось бы. Ведь ты потом все равно поступала, как хотела. У меня выбора другого не было. Я только так могла и поступать. Я понимаю, но ты именно эту ситуацию восприняла, как какую-то форму крайнего унижения тебя. То есть ты никто. Ты второй сорт какой-то. Тут вот есть первый сорт, а ты второй. Где ты себя еще считаешь вторым сортом? Ты ведь до этого считала себя вторым сортом. Только поэтому ты не выразила. Есть такое у меня. Это я не так давно увидела. есть люди или выше меня, или ниже меня. Это всегда у нас происходит. Мы сравниваем. Послушай внимательно, что я тебе говорю. Ты уже в этой ситуации, пришла в эту ситуацию уже униженная. Уже согласная с тем, что тебя можно унижать. И поэтому ты не выразила. Так где ты получила это чувство? Ты его получила до этой ситуации. Что было в школе? Ну вот. Тебя обесценивали еще раньше, еще раньше. Ты можешь найти, когда ты первый раз вот это чувство испытала, когда ты вроде все хорошо сделал, а тебе сказали, ты второй сорт. Где это было? понимаешь? Когда-то это произошло с тобой первый раз. И это было для тебя полной неожиданностью. Таким аховым удивлением. Как так? Ты ожидала, что цветы хорошие, а они оказываются не очень. Прямо так. Как так? И в тот момент ты решила, что ты не будешь говорить о своих чувствах. Ты тогда не выразила их. А эпизод со свекровью, это просто продолжение той истории. Ты это понимаешь? Так тебе надо вернуться. Свекровь тут ни при чем. Тебе надо посмотреть. Ты там приняла какое-то решение. Так же, как вот она приняла решение. Ах так? Ну тогда не получите вы меня веселую. И теперь ходит вот такая и говорит, чего же со мной никто не знакомится. Ты тоже решила, что ах так, тогда вот так. Что? Я буду ненавидеть. Вот. Ты живешь с этим решением, понимаешь? Ты ходишь уже с этим решением. Если кто меня обидит, то я ненавижу. Да. Ты ненавидишь свою слабость. Еще раз. Слабость свою ненавидишь. Свою нерешительность. Тебе надо было сказать то, что ты чувствуешь. А ты этого не сделала. И ты ненавидишь не людей, которые тебя в это чувство погружают. Ты ненавидишь свою слабость. Из которой ты вот это делаешь. А все, что необходимо, просто поделиться чувством. Искренне поделиться чувством. Вот и все. А ты чувством не делишься. И тогда принимаешь решение закрыться. И это решение запечатывается твоим убеждением. За каждым нашим больным чувством стоит какое-то убеждение. Когда нам сделали больно, мы что-то там решаем. Мы принимаем какое-то решение. И это ложится как некое убеждение. И мы годы живем с этими убеждениями. И жизнь нас все время в эти обстоятельства поворачивает. И показывает, что за убеждение ты приняла. И в тот момент тебе казалось, что это правильное убеждение. Именно так и надо было решить. Ах так, значит я буду ненавидеть. И тебе казалось, что это сильное убеждение. Такое сильное решение ты решила. Что закрыться это сильно. Не пробьете вы меня. Я вам покажу свою силу с другой стороны. Вы посмотрите, как вы мне сделали плохо, когда почувствуете границу, в которую я захожу. Понимаешь? И это решение у тебя выходит, где-то работало. Ты думала, что это правильное решение. И именно там, где оно работает, оно тебе даже словно подтверждает, что ты правильное решение приняла. А потом ты видишь, что ты сама разрушаешься. Ты разрушаешься. Свекрови тут уже нет. А трусит тебя прямо сейчас. Не ее. Так трусит тебя твое решение, а не свекровь. Не какие-то люди. Твое решение. Поэтому надо его найти и принять другое решение. Какое? Почувствовать надо. Просто почувствовать. Настроиться и почувствовать. Настроиться на саму эту ситуацию. Надо было свекровью подойти и сказать, обнять ее вот так сказать. Ты есть и я есть. Да? И мы в этом чувстве с тобой абсолютно одинаковы. Так? Так? И в квартире я есть и она есть. И в этом чувстве мы в квартире абсолютно одинаковы. Так? Так. Все. Благодарю. Да. Добрый вечер. Привет. Рада встречу снова. Когда шла навстречу, думала, что обязательно возьму микрофон и что скажу, что пришла просто побыть в твоем пространстве. И это правда. Все, что здесь говорится, все вопросы и все ответы, они очень трогают меня. Все такое близкое. Я много уделяю своего внимания работаю с травмами. И вспоминаю географию меня. Плюс в Киеве в апрель очень было там люкс. Я действительно очень рада, что оказалась в этом вечере в Киеве и что ты с отцом чувствую. Я чувствую огромную благодарность и любовь. Спасибо. Добрый вечер. Я скажу честно, я сегодня сюда попала случайно. Меня привел мой близкий друг. И я первый раз вижу вас. Но я хочу сказать, что я получила столько подтверждений того, что мне рассказывали мои близкие знакомые, мои люди, с которыми я общаюсь. И я хотела бы спросить вас такой вопрос. По вашему размышлению у нас все уже предначертано, правильно? Да. То есть мы приходим в жизнь уже не выбирая ни землю, ни дату, ни родителей. То есть мы пришли уже на это все готовое, правильно? Ну, почти. Да. Ну, как говорят, еще мы выбираем там извне, да, дату рождения, дату места рождения, родителей. И все уроки, которые мы тут выбираем, уже для нашей души мы выбираем заранее, правильно? Нет. Нет? Первый мой вопрос, как вы относитесь к карме, которую мы должны тут отработать? Ну, как нам утверждают, что от кармы мы должны все свои недоработки прошлых жизней, мы должны доработать в этой жизни. Это раз. А второе, вот я заметила по своей жизни, у меня повторяются некоторые события. Проходит определенное время жизни, и опять повторяются. Да они еще так повторяются интересно, с теми же людьми, с теми же именами, с теми же цифрами. Почему так происходит? Это к астрологам. Не, ну, я понимаю к астрологам. Я тут ничего тебе не скажу. Получается, что я эту, как бы сказать, ситуацию не прорабатываю, и меня заставляют еще раз проходить ее? Ну, судя по всему, да. А если я ее пройду, мне нужно, потом они прекратятся эти все? А что значит пройду? Ну, я не знаю. Давай с этим разберемся. Ты же именно это не можешь сделать. Что значит пройду? Ну, вот есть, например, события в жизни, которые повторяются через определенное время. Проходит 7 лет, и они опять повторяются. Это мы с тобой уже повторяем. Да. Ты это уже говорила, что у тебя повторяются. Вот, чтобы не повторялись, ты говоришь, надо пройти эти ситуации, и тогда они не будут повторяться. Так что значит пройти? Ну, до конца как-то. Ну, я стараюсь до конца пройти. Подожди, подожди. Что значит пройти? Ну, я не знаю. Если у нас закономерно все события, значит, как-то нужно их остановить, правильно? Послушай, ты все говоришь правильно, логичные вещи, но не отвечаешь на мой вопрос. Отвечают, слушают. Вот смотри, вот ты попадаешь в ситуацию, и там что-то происходит, да? Потом ты снова попадаешь в ситуацию, и что-то происходит, снова попадаешь. Так что именно там происходит? Там происходит что-то, что эту ситуацию не делает гармоничной. Там остается какой-то конфликт. Ну, например, я покупаю квартиру, потом ее продаю, вкладываю в бизнес, и она прогорает. Вот. Так. Замечательно. Сколько ты уже квартир купила? Четыре. Четыре. И самое главное, с одинаковыми людьми, с одинаковыми вопросами. Конечно, смешно, но так получается. Так вот. Ты там не делаешь какое-то правильное действие. Вот какое. А вот какое ты должна найти, понимаешь? Ситуация повторяется только потому, что ты не находишь какое-то точное действие. Например, ты не в тот бизнес вкладываешь, не тех партнеров берешь. Это надо с тобой разговаривать. Где там у тебя шаблон какой-то? Ты, может, доверяешь людям, а они потом... Как прогорает-то твой бизнес? Ну, а если, например... Подожди, как бизнес-то прогорает? Ты же там... Ну, мы вкладываем. Сначала идет все нормально, а потом оно мгновенно... Мгновенно из-за чего? Из-за того, что кто-то где-то не сработал. Кто? Где? Ну, например, первый раз это было... Мы покупали завод, и завод закрыли рейдеры. Второй раз забрали офисы, тоже рейдеры. Третий раз... Так ты не в той стране живешь, получается, просто. Вот твое неправильное действие, понимаешь? Надо переехать в ту страну, где ты вкладываешь, и никто не забирает просто. Хорошо, ну, а как, почему так у меня повторения эти идут? Значит, я что-то обрабатываю, не в той стране, да. Ты живешь. Значит, мне нужно поменять страну? Надо тебе поехать в страну, где не будут забирать, да. А как вычислить страну, где не будут забирать? Надо покататься просто, покататься и посмотреть. С какой начать, если не секрет? Ты знаешь, я не вкладывал в странах. Друзей много. Но есть страны, где все нормально, да. Вкладываешь и работаешь, да. Никто ничего не забирает. Ну, тогда попробую еще раз, а потом уже пока. Убедишься, да, убедишься. Любишь ты Украину все-таки, да? Я очень люблю Украину. Мне кажется, лучше... Пусть забирают, но зато цеширидная земля. Так вы ответьте на первый вопрос. Как вы относитесь к карме? К карме никакого отношения не имею. Нет, я не в том смысле. Мы отрабатываем ее. Как вы относитесь к евреям? Никакого отношения не имею. В советское время опасно было отвечать на такой вопрос. Ну, сейчас же можно. Ну, что такое карма, да. Карма предполагает, что ты создаешь какое-то действие, и это действие несовершенно, неправильно. Оно несет какой-то конфликт. Это я называю. Ты не нашла точного решения, не нашла точные слова, не нашла точное действие какое-то, поступок неточный совершила. И тогда идет возврат тебе. Возврат в виде чего? В виде того, что внимание твое опять возвращается в этот конфликт. То есть ты должна найти гармоничное решение конфликта. Да? И тогда при чем тут карма? Ну, вот при чем тут карма? Перед тобой стоит человек, с которым надо договориться нормально. Какая разница, сколько раз ты не договаривалась в прошлых жизнях? Все, вся твоя карма происходит в данный момент. Вся твоя карма в данный момент. Если ты в данный момент человеку сказала что-то обидное, это не какая-то отложенная карма. Он обижается прямо сейчас, закрывается от тебя прямо сейчас, и ты получаешь прямо сейчас закрытое его состояние. Какая тут отложенная карма? Ты прямо сейчас живешь с закрытым человеком. Где же она отложенная? Вы не можете открыто общаться. Вот тебе проявление твоей кармы прямо сейчас. Поэтому задача не думать, что у меня там за карма в прошлых жизнях, где там что, чего. Это тоже можно все поисследовать, чтобы понять шаблоны в какие-то. Мы иногда попадаем, они кажутся привычками. Вроде я такую привычку себе не делал. Это не имеет значения. Это все версии. Это все предположения. Я предлагаю не на версии настраиваться, а на сейчас, которые прямо сейчас есть. Вся твоя судьба это то, где ты находишься сейчас и кто рядом с тобой в твоей жизни. Вот с кем ты прямо сейчас разговариваешь, это и есть твоя карма. Я с вами разговариваю. Ну вот, видишь, какая у тебя карма. Значит, надо благодарить, правильно? Так что получается? Ты накопила заслуги в прошлой жизни. Чтобы к вам попасть. Да, да. Это все байда. С одной стороны, и это все законы, с другой. У тебя есть интерес слушать меня дальше? Да, конечно. Вот и все. Зачем тебе думать про прошлые жизни? Имеем мы там с тобой кармическую связь или не имеем? Мы сейчас, получается, все с вами имеем кармическую связь, раз общаемся. Раз вы пришли, раз вы в Ютубе меня увидели и почувствовали что-то, решили прийти в пространство, так мы с вами все кармически связаны. Разделяем все с вами одну карму какую-то. Вы мою карму знаете? Кто-нибудь хочет мою карму разделить? Если я вам расскажу сейчас свои жизненные обстоятельства, вы вот так скажете, Боже упаси, только не это. Так что... Получается, каждому свое, правильно? Получается, надо смотреть, кто перед тобою стоит и искать точные слова. Вот что получается. Прямо сейчас рядом с тобой стоит конкретный человек, а не прошлая жизнь. И именно ему надо найти конкретные, точные слова. Вот и вся твоя карма. Сделай это, и ты выйдешь с гармонией отсюда. Сейчас. Спасибо, я люблю всех. Это просто слова, чтобы всех любить, понимаешь? Да. Тебе хочется всех любить, мы все хотим всех любить, но чтобы реально всех любить, надо распахнуться на всю вселенную, понимаешь? Перестать жить для себя. А ты переживаешь, что у тебя забрали завод. Ты же переживаешь, ты живешь-то для себя в основном, понимаешь? Когда ты живешь для себя, всех любить не получится. Будет кто-то, кто придет и заберет завод, ты его чего не любишь? Вот с ним надо искать точные слова, понимаешь? Чтобы ему стало стыдно за то, что он делает. А ты не нашла точные слова. Поэтому он думает, так можно делать дальше. Окей, у кого микрофон? Привет. Привет. Вот как раз про точные слова и про... Вот ты говоришь о том, что нужно быть искренним в своих чувствах и говорить о них и сразу же их... Ну, говорить о них и говорить о них откровенно. Да, если ты живешь с близким человеком, близкий человек это значит человек, с которым ты открыта. Раз ты открыта, это значит, вы делитесь чувствами. И если он что-то делает, а ты свои чувства не выражаешь, ты его лишаешь возможности тебя чувствовать. Это первое, что ты делаешь. Ты его лишаешь и себя лишаешь. Открытости, которые... ради которой вы собрались-то вместе. Вы стали вместе ради открытости. Так. Вот. И когда происходит, когда каждый делится своими чувствами, происходит так, что это не очень проясняет. Это всегда проясняет, если каждый делится искренне и каждый готов выслушать, каждый заинтересован в чувствах другого человека. Если он не заинтересован в твоих чувствах, а только в своих, значит, вы уже закрыты. Значит, он уже тебе не доверяет. потому что если я искренне поделюсь чувством, которое у меня есть, и мой близкий человек очень меня любит и заинтересован во мне, то он выслушает меня и попробует настроиться, понять, почувствовать, что со мною происходит. Где мне хорошо, где мне плохо. Ну, хорошо. Смотри, например, в отношениях там с мужчинами, это такой вопрос, может быть такой, я согласна, что там может человек там не хотеть. Это происходит в отношениях со всеми, у кого у нас есть открытая система. Ну, смотри, с родителями уже точно открытая система. Ну, с мамой открытая система. Ты делишься своим чувством, а у человека свое чувство и из-за вот этих, я не знаю, договоренных. А она делится своими чувствами? А ты выслушиваешь ее чувства? Ну, мало делится. Ну, вот и все. Значит, она уже не хочет с тобой делиться, предполагая, что ты не выслушаешь и не поймешь. Ну, точно так, как и я считаю. Вот и все. Значит, вы уже прикрылись и что делать? Открываться. Я делаю это. Продолжать искать точные слова. Блин, ну, это очень сложно. Это непросто, я согласен. Но именно они будут золотым ключиком. Именно они. Если эти слова не сработали, значит, ты не точно описала свои чувства. Если мама недовольна, значит, ты не настроилась на ее чувства. Так стоп. Я же настраиваюсь на свои чувства и говорю о своих. Когда ты говоришь о своих, настраивайся на своих, но потом она начинает делиться своими. Надо настроиться на ее. А ты говоришь, подожди, ты мои еще не дослушала. Сейчас я тебя еще своими-то поделюсь, подожди. Сначала. Она говорит, да ты же вот прямо сейчас меня перебила и мои не дослушала. Да, я тебе договорю свои-то чувства. И все, все. Это как поток, который возникает между близкими людьми. Если этот поток дать ему настоящую силу, как бы, и дать возможность человеку этот поток выразить, во-первых, он поймет, что в нем заинтересованы, его хотят слушать, его чувства важны. Понимаешь? И тогда он будет искренне делиться. Ты попробуй замолчать и сказать, мама, я слушаю, говори. Так, чтобы она остановилась, понимаешь? Чтобы сама она остановилась, сказала, все, я все сказала. Но когда это случается, если это случается? Теперь подожди. Когда она все сказала, надо ей сказать на то, что она сказала, а не на то, что ты готовишь. Когда она говорит, ты все время готовишь. Так, на это вот это я скажу, а вот это, на вот это у меня вообще. Ты закончила, мама? Теперь слушай, и вот это. Ты опять выкладываешь ей вот это все. А ты должна выложить не это. Ты должна выразить то чувство, которое у тебя возникло в конце ее рассказа. А не то, что ты готовила. Если ты будешь вот так готовить, значит, ты ее не слушаешь. Ты не настраиваешься на ее поток. Понимаешь? Это очень просто. Но это очень сложно. Попробуй. Это работает. Попробую. Спасибо. Да. Потому что самое главное, она, как правило, говорит в самом конце. Понимаешь? В самом конце. Вот что именно я хотела тебе сказать. И вот когда она это скажет, посмотри, какое чувство у тебя возникает на это. И тогда можешь поделиться. Здравствуй, Юра. Привет. Тоже волнуюсь, переживаю как-то. Я понимал, что будет так. Хотя готовился. Вообще я собирался к тебе 3 года назад приехать. Но не получалось. И каждый раз, когда не получалось приехать, я мысленно тоже задавал себе вопросы. Точнее, тебе. Сам же находил на них ответы. По сути, ехать, ну, можно и не ехать было. Что-что? По сути, можно было и не ехать, так как вопросы находились. На самом деле я даже, ну, не знаю, у меня вот жизнь как-то такая вот, ну, может даже начнутся анекдоты. Это когда мужчина у психолога сидит и говорит, доктор, вы знаете, у меня послеродовая депрессия. Ну, доктор так смотрит недоумен, он говорит, в смысле, ну, вы же вроде как не рожали. Да, ну, я же родился. И вот у меня, я не знаю, ну, вот как-то вот практически вся жизнь, она вот так вот, ну, не то что депрессивна, но достаточно мистическая, странная. И, по сути, меня все время либо материальное, либо духовное все время, ну, движет. Не я выбираю, а меня движет что-то. Если брать воспоминания, ну, я хочу просто, как бы, чтобы узнать, где находится мое, ну, сознание, то есть, как оно, будхи. Вот если по карте идти в этом, в география меня, да, ну, там есть карта и, допустим, от физического тела до реализации, да, ну, есть точки определенные. И я хочу знать, на каком я этапе нахожусь. Начну сначала, самые основные факты, факторы расскажу, как бы, потому что у меня столько событий и практики были. Подожди, я тебя остановлю. Я хочу, чтобы ты почувствовал, что не имеет значения твои факты. Они не имеют значения. Что, что? А, факты? Да. Ты не можешь находиться в неправильном месте. Какая разница, какие были факты? Ты говоришь, на каком этапе я нахожусь. Ровно на том, на котором ты можешь находиться. Ты попал в ту точку, в которую мог прийти. Ты не мог прийти в другое место. Тогда что создает тебе беспокойство? Ты не знаешь, куда двигаться? Нет, я знаю. Мне нужен очень, причем очень жестко, знаю, что я хочу на ретрит к тебе. Но? Ну, не получается, как бы. А что не получается? Ну, материальная составляющая. Так надо просто? Да, согласен. Значит, ты не очень хочешь? Ну, нет, есть просто якоря, как бы так сказать. Что, что? Ну, как бы якоря, которые... Вот, что я хотел разъяснить, как бы, что, как будто какой-то такой круговорот, да, и вот можно с минуса до нуля дойти, плюс два, если среднестатистический человек, плюс десять баллов, да, я выхожу на плюс два, меня опять откидывает назад как-то, ну, по финансам. Такое, если бы, и я никак не могу, как бы, вот... Я думаю, что мы сейчас это просто не разберем, понимаешь, мы не разберем эту ситуацию сейчас с тобой. Это очень много и долго ты должен рассказывать, что, где, чего, сейчас историю твоих финансов мы послушаем. Нет, 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 я хотел... Историю твоей депрессии послушаем. Да. И там дойдем до родовой плесени, там, конечно, там. Это будет очень долго, очень долго. И это будет как твоя индивидуальная консультация, ты это понимаешь? Как бы, да. Да, ну, у нас тут нет на это времени. Просто нет на это времени. Хорошо, тогда один вопрос. А можно хотя бы, ну, вот, когда ты ведешь географию меня, да, и рисуешь чертежи, там, на листе А3, один такой чертежик? Так у меня один чертежик, он давно висит уже, есть в интернете. Просто без пояснений ты его не поймешь. Ну, да. Это как символы просто. Это чувство. География меня, это география меня. Мы ее начинаем с того, что настраиваемся на чувство, которое у нас возникает. Сразу после знакомства я делаю некое упражнение. И у каждого возникает чувство от этого упражнения. И дальше мы начинаем обсуждать чувство и приходим до какого-то корня. И это небольшой секрет, не какой-то. И корнем всех наших чувств является чувство богооставленности. Мы думаем, что мы здесь одни. И не имеем контакта с источником. И начинаются законы кармы. И начинается, а за что я здесь? А сколько мне здесь быть? А когда я освобожусь? И так далее. Это все остается загадкой, потому что мы не имеем источника. Ты прямо сейчас уже что-то хочешь сказать, в то время, как я как раз отвечаю на твой вопрос и объясняю тебе что-то. Вот так и происходит общение с мамой. Видишь, ты все время хочешь что-то сказать, словно я не на то отвечаю тебе. На то, как бы хочу успеть. Ты хочешь успеть? Так я же тебе и рассказываю, что тут надо успеть. Здесь надо просто настроиться на тот поток, который идет. Вот и все. Ты не можешь опоздать тут. Он и так идет. Ты настройся на него и все. А ты говоришь, давай побыстрее поток-то. Поточнее, пожалуйста. У меня на самом деле другой вопрос. Я тебе говорю о вопросе, который есть у всех. Когда я встречусь с Господом лицом к лицу? Этот вопрос стоит у всех. Кто не хочет встретиться с Создателем лицом к лицу? Поднимите руку, для кого это не актуально. Три человека, а четыре даже. Пять. Кто еще? Шесть. Неинтересно, да? С ним встретиться? Обиженные? Да вы что, друзья мои, как вы можете такое говорить вообще? А? Что-что? Что-что? Да, это уже такая крайняя степень закрытости, я считаю. Да пошел ты, я даже лучше, чем ты. В гробу я тебя видел. Да. В гробу вы его и посмотрите. Да каждый хочет. Что вы? Это все равно, что домой вернуться. Неужели, сидя здесь, вы не чувствуете свой дом? Каждый понимает, я не дома. Вы же сейчас понимаете, вы не дома. Ну, и у каждого есть чувство, дом где-то там, дом. И когда вы приходите домой, вы испытываете особенное чувство такое. Ну вот, дома. Вот так же и вы хотите встретиться со своим истинным домом. Это хотят все. И именно вот эта тоска, почему я не в полном шоколаде-то. Когда я буду в полном шоколаде? Когда я буду дома, по-настоящему дома, в полном шоколаде, чтобы я был в том, что не надо улучшать. Понимаете, что такое настоящий дом? Там не надо ничего улучшать. Там все я сделала сама в квартире. Сама же сделала для себя. Вот так я успокаиваюсь. Только когда приду домой. И это хотят все. А теперь настройтесь на чувство, что вы не дома. Вы пытаетесь домой прийти, а вы все не дома и не дома, не дома и не дома. И у вас возникает теперь загадка такая, что у меня за карма такая, что я домой не могу никак вернуться. Может, я грешница, надо мантру Ом читать или Отче наш. Работает, не работает, хрен его знает, но лучше почитать. А вдруг сработает, да? Спасибо. Подожди. Куда ты спешишь опять? Вы почувствуете, что происходит, когда вас из дома словно выгнали. И нет возможности вернуться. Вы же сейчас не знаете, как. У вас возникает чувство, что выгнали за что-то. Не просто так же выгнали. Сам факт изгнания говорит о том, что за что-то. Если я тебя сейчас прямо выгоню с сатсанга, ты начнешь думать, что такое, за что. И ты начнешь испытывать чувство вины. И начнешь его делить на меня и на себя, ты будешь думать, либо с тобой что-то не так, либо со мной что-то не так. Но, скорее всего, будешь думать, что с тобой что-то не так. Правда? Выгнали же только тебя, остальных же Юра оставил. Скорее всего, Юра нормальный. Он же остальных оставил, да. Значит, скорее всего, со мной что-то не так. Вот теперь поймите, мы все живем с этим чувством, что нас словно от какого-то источника, в котором я был свободен, радостен, счастлив. Я же тянусь к этому и никак не могу попасть. И что это у меня за карма такая? Я начинаю чувствовать, что я в чем-то виноват, раз я не могу находиться в свободе, в радости. И более того, мы находимся в самом главном ограничении, ограничении, в неведении. Я не знаю вообще, с самого детства, ни хрена не знаю, мне никто не ответил на самые главные вопросы. С самого детства никто мне не ответил на них. Кто я на самом деле? Зачем я живу? Откуда я пришел? Чем закончится моя жизнь? Куда я пойду после? Никто мне не ответил на эти вопросы. И тогда я просто живу, как могу. Это нормальное состояние? Это ненормальное состояние. Внутри у меня какое-то напряжение, на которое я не нашел ответа. И я хочу, на самом деле, больше всего ответа именно на эти вопросы, а не на то, как завод вернуть или где следующую квартиру купить. Хрен с ней. А на эти вопросы я хочу самые главные ответы. И если я их не могу найти, я нахожусь в этом неведении. Это неведение меня ограничивает очень сильно. Больше всего меня ограничивает именно неведение. Я хочу знать. И тогда у меня возникает теперь особое чувство. А почему меня лишили этого знания? Почему мне это знание не дают? И ответа на этот вопрос тоже нет. И вот он, тупик. Это просто экзистенциальный тупик. Экзистенция – это существование. Так это вот тупик моего существования. Я реально нахожусь в неопределенности. Хрен его знает, чем эта жизнь закончится. Что завтра будет, я не знаю. Вы настройтесь на это чувство. Мы все живем с этой тяжестью. И именно облегчение этой тяжести мы хотим больше всего. Именно ее. Я вам могу сказать, что облегчение этой тяжести я получил только в Самадхи. Когда в 2001 году я увидел, а кем я на самом деле являюсь. Я получил ответ. Там больше не было вопросов и не было никакой тяжести. Поэтому я понимаю, в какое место хотят прийти все. Именно оно является домом, каким-то домом. И его все знают, каждый знает. Каждый, когда его спрашивают, ты дома? Он говорит, нет. Когда ты говоришь нет, ты же говоришь нет только потому, что знаешь, что такое да. Значит, да, у тебя лежит внутри. Так выходит, ответ у тебя есть. Ты его никак не можешь рассмотреть. И он есть у всех. Каждый сейчас согласился, что он не дома. То есть вы дом тот свой знаете? Знаете. И каждый говорит, я сейчас не абсолютно счастлив. Счастлив, но не абсолютно. Значит, каждый знает, что такое абсолютное счастье. Каждый знает, что такое радоваться на полную, что такое абсолютная свобода. Это знает каждый. Именно оттуда он говорит, нет, это не то. Не та судьба пока идет. Забирают что-то часто. Давали бы. В основном бы давать. В смысле, получать хочется. Подожди. Так вот, то, что тебе сейчас дается, посмотри, соответствует, абсолютно соответствует тому, что ты можешь понять. На самом деле, сейчас, как говорится, есть все ответы. Но часть ответов ты не можешь сделать своим состоянием. Они остаются просто знанием каким-то. А они должны перейти в твое состояние, а не просто знание. Они должны перестать быть загадкой. Просто ответ, который ты прочтешь в книге, если он не стал твоим состоянием, это не ответ. Поэтому все будет лежать на уровне твоих действий. Ты очень хочешь что-то понять, а тебе надо искать действия точно. Когда ты запутываешься, сделай что-то по-другому. То действие, которое ты делаешь, не работает. Ищи новое действие. Именно оно тебе даст новое чувство. Ты поймешь, вот ты ближе или дальше к тому, что ты хочешь. Именно через действие, через следующее новое какое-то действие. Найди новые слова. Сделай что-то по-другому. И тогда возникнет чувство или облегчения, или наоборот затруднения. Именно оно тебе будет путеводной нитью. Ты хочешь, чтобы я сейчас что-то облегчил тебе. Я могу тебе сказать, но потом тебе надо будет действовать. Тогда зачем тебе мои слова вообще? Настройся на действия, которые ты делаешь. И посмотри, у тебя возникает облегчение или нет. Если оно возникает, значит ты идешь туда. Ну так делай и дальше. Понимаешь, если возникает затруднение, подумай. Во что ты уперся? Ты снова сделал что-то не то. И попробуй сделать по-другому. Вот и все. Иначе ты будешь бегать вечно за советами и консультациями. Понимаешь? Эту ситуацию мы разберем, а через полгода ты опять прибежишь. Ты перестаешь слушать себя, получается. А в тебе всегда есть чувство, легче тебе или сложнее. Всегда оно есть. Вот на него и настраивайся. Вот теперь все. Отдавай микрофон. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. У меня такой вопрос. Он был сформирован до того, как вы отвечали на предыдущий. Но ваш ответ с одной стороны и проясняет многое, а с другой стороны дополняет вопрос. Вопрос звучит так. Вот мы делали медитацию. Кто-то ездит на ретрит. Кто-то проходит какие-то шаманские церемонии. Испытывает то самое вот это знание, что же во мне внутри. И что такое источник. А потом, когда мы возвращаемся в эту реальность материальную, все равно мы сталкиваемся с ассоциацией себя с какой-то формой. То есть форма деятельности, форма, которая приносит какой-то заработок. А сейчас такой у меня период, что как будто бы старая форма рассыпается. Вот то, что мне было интересно делать, чем мне интересно было заниматься, что мне приносило и доход, и возможность жить так, как мне интересно. А новая форма еще не сформировалась. Замечательный период. Так говорят. И я понимаю, что он действительно замечательен тем, что ты проживаешь очень много каких-то стрессов, какие-то впечатления выходят. Да. Но вот внутри меня как бы две части. Одна говорит, то расслабься, все будет, придет следующий какой-то импульс, какое-то вот событие, как вот сегодня я от друга узнала, что будет с вами встреча, у меня не было вопроса, идти или не идти. Конечно, идти. И также придет, ну вот часть меня говорит, что придет какое-то, ну или знак, или событие, или приглашение, что сработает этот импульс, вот чем мне сейчас заниматься. А другая часть говорит, послушай, но есть же насущные вопросы, мы живем в мире, где за все нужно оплатить деньги, иди уже устройся на работу и что-то начинай делать. При попытках что-то начинать делать, то есть принимать действия, ну то есть вот ум говорит, ты находишься в ситуации, которая обуславливает, должна обуславливать действия. Я там рассылаю резюме, я смотрю вакансии, я прихожу на собеседование, я получаю абсолютно положительные ответы. Ответы доходят до того, что выходи на работу и работай, и я понимаю, что я просто не могу. Почему? Ну вот такое какое-то сопротивление, отсутствие интереса полнейшего. То есть и вот это вот такой вот экзистенциальный затык, который длится уже несколько месяцев. Вот, ну точнее начался он еще в прошлом году, вот эти сомнения. Ну так тебе может в ретрит тоже надо уже, или на шаманскую церемонию. Я на шаманской церемонии была, на ретрите нет. В шаманской церемонии получила опыт того, что глубоко внутри, ну мы все, как мне кажется, мы просто любовь, прощение и все остальное. А как доходит до того, что делать и чем заниматься, и насущные вопросы материальные решать, вот пока что... Эти вопросы шаманские церемонии не решают. Ты это понимаешь? Ответ, который получил я, никак не отменяет то, что мне надо на зеленый свет переходить дорогу. Да, конечно. Платить за продукты в магазине. Ну, это никак не отменяется. Ты думала, что если ты войдешь в изначальный свет, то дальше все, тебе бесплатно продукты в магазине дадут, или что? Нет, не совсем так. А, подожди, подожди, подожди. Церемония должна тебе дать ответ на вопрос, кто я. Все, и этот вопрос больше не поднимается. Понимаешь? Он больше не встает, и это напряжение больше у тебя не возникает. Окей? А дальше начинается твоя жизнь, в которой перед тобой всегда какое-то препятствие. Всегда. И тебе надо изучить его, осознать и преодолеть, в чем ты отличаешься от других. Все так живут. И или ты берешь и идешь на работу и рассматриваешь, когда работать начнешь, нравится она тебе или нет. Именно когда работать начнешь. Если она тебе изначально не нравится, тогда зачем ты на собеседование туда идешь? Ты не представляешь, что там за работа? Стой. Или ты идешь и пробуешь, и у тебя возникнет чувство, нравится или не нравится, как я говорил. Или облегчение, или наоборот. Или ты никуда не ходи, ничего не делай. И тогда твое внимание пойдет внутрь себя. И ты посмотришь, а во что ты там упираешься. Останься сама с собой. Все внимание себе. Никуда не ходи. Не разбазаривай свое внимание. Ни на улицу, ни на интернет, ни на друзей. Ты просто висишь, как бы, понимаешь? А ты вот соберись и почувствуй, а что именно ты хочешь. Почувствуй свое настоящее желание. И тогда пойдешь его искать, когда ты поймешь его. А так ты не делаешь ни то, ни другое. И говоришь, что же мне делать? Сделай что-нибудь из этих двух. Или ничего не делай и почувствуй, что ты хочешь. Или иди делай и почувствуй, что ты хочешь. Только не делай по-настоящему. И делай по-настоящему. Все будет через действие, а не через то, что я тебе сейчас что-то посоветую. Через твое действие я тебе на самом деле посоветовал. Спасибо большое. Пожалуйста. Привет, Юра. Привет. Я говорю. Я слушаю. Я привык подавлять свои чувства. Вот у меня бывает какое-то искреннее желание, которое я ощущаю внутри себя. И направленное к другому человеку часто. Ну хорошо, сразу тебе вопрос. Когда ты привык? Когда у тебя эта привычка возникла? Ну она всегда есть. Нет. Она не может быть всегда. Она когда-то возникла. У тебя возникло чувство, и ты убедился, оно не нужно, лучше его подавить. Понимаешь? Это снова то самое решение, о котором мы говорили. Вот. Не так давно. У тебя возникло вот это чувство, что... И ты его не выразил. Ты принял решение, лучше подавить. Если выражу, будет хуже. Так когда это произошло? С кем? Ты должен это увидеть. Это ситуация, которую мне нужно посмотреть? Ну, или вспомнить хотя бы какую-то раннюю свою ситуацию. Где? А так я тебе могу сказать, больше не подавляй, все. Договорились? Все, отдавай микрофон. Больше не подавляй. А что? Вот возникнет чувство, обязательно расскажи всем. Сейчас у тебя какое чувство возникло, вот прямо сейчас, когда я сказал, что все? Растерянность. Растерянность. Так и скажи. Юра, погоди, сейчас микрофон отдавать не буду, у меня растерянность. Да. А от чего у тебя растерянность? Потому что я не понял, что делать дальше. Да, что делать дальше, непонятно. А ведь все очень просто. Не подавляй чувства. Расскажи про растерянность. Если ты попал в растерянность, так и скажи. Так, ребята, стоп, у меня сейчас растерянность. Стойте, стойте. Вот еще растерянность. Растерянность. Нет, это уже не растерянность. На. Была такая ситуация. Или вот так. Все, растерянности больше нет. Нет, всем спасибо, я свой урок получил, окей, ну. Была такая ситуация. Она всегда, мы все попадаем в эту растерянность, понимаете? Я иду, иду по улице, и тут раз кто-то на меня плюнул. Я в растерянности, как так? На меня? Ни за что? Я про подавление. Ну вот, и дальше я что должен сделать? Выразить свои чувства. Искренне выразить свои чувства. То есть подойти и сказать, брат, ты есть, и я есть. И мы с тобой в этом абсолютно равны. Да, и что мне очень неприятно, что ты на меня плюнул. Ты скажи, ты зачем это сделал? Мне реально интересно, почему? Ты дебил, или я просто на твой плевок попал? Поделись с ним своими чувствами. И ты обязательно что-то получишь в ответ. Он поделится своими чувствами. Вот и все. А то я читаю, да. В Фейсбуке часто забавные вещи там бывают. Протокол. Забор. На огромной скорости. Пересек встречку. Пересек двойную сплошную. И врезался в милицейский автомобиль. В общем, рассказывать, что я чувствую. Ну, конечно. А если забыл рассказать? Я говорю о том, как можно объяснить свои чувства себе, понимаешь? Объяснить, что я не виноват. То есть милицейский автомобиль вообще не виноват, что он сейчас уже полицейский у нас автомобиль. Просто я их не рассказываю. Так я и спрашиваю, чего ты не рассказываешь? А вот чего? А если б я знал? Так я тебе и спрашиваю, да. Теперь говорю, говори, рассказывай теперь. Окей, я чувствую, да. Прямо вот тем, кто рядом сидит, повернись и спроси. Вот так и говори, да? Можно я поделюсь своим чувством? Очень хочется. Давно не делился. Понял. Да. И все, да. Если ему не интересно, скажи, окей, я уважаю твои чувства. У меня сейчас возникла такая растерянность сначала, но потом, да. Согласен. Ты имеешь право меня не слушать. Пойду к другому. Прямо на улице можешь останавливать. Остановись, скажи. У тебя есть сейчас время? Немножко вообще. Очень хочется чувством поделиться. Серьезно, поверь. Некоторые остановятся и скажут, давай. Что? Ну, на самом деле есть такие. А? На самом деле есть люди, которым интересно. Конечно, есть. Хочешь вот после сатсанга прямо выйди и остановись. В метро будешь ехать, но до следующей станции все равно же вместе едете. Повернись к ближайшему и скажи. У меня упражнение просто такое. Дали упражнение. Можно я с тобой его сделаю? Сказали делиться чувствами. И дальше, прикинь, ты его нагрузишь там. Завод у тебя забрали, квартиру там. Все, все. Хреново мне. Ну, все, брат, счастливо. До следующей. Спасибо, что выслушал. Договорились? Ты попробуешь? Я так и сделаю. Прямо после сатсанга? Ну. Прямо после сатсанга? Да, хорошо. Трех человек ты остановишь и спросишь. Хорошо, трех. Сможешь? А что сделать нужно? Ты опять в растерянности, что ли? Останови их и скажи. Я хочу чувствами поделиться. Ты меня послушаешь или нет? Ну, на вы можешь, конечно. Окей? Хорошо. Ну, все. Пишешь мне потом. Кто еще хочет чувствами поделиться? Привет. Привет. У тебя здесь хорошо. Делюсь чувствами. Недавно был опыт, когда почувствовал, как это быть вне ума. Ответы получил на все свои вопросы. Вопросы, наверное, исчезли. А потом, когда вернулся в этот сон, появилась растерянность в отношении этого. Я думаю, что в этом сне все одинаково стало маловажно. И работа, которая требовала много ума, для нее мало сил стало, когда девушка задавала свой вопрос, узнал себя. Отсюда вопрос. Я не чувствую, что это был какой-то опыт самадхи или просветление, пробуждение. Нет такого чувства. Нет. Но, как и из твоего опыта, кажется, возможно ли в состоянии, которое после этого заниматься работой, которая связана с умом, активностью ума. Не физическим трудом, не обучением, не активностью, связанной вокруг нечто духовного или абстрактного, а вот именно исключительно в компании с каким-то делом, где ты с утра до вечера в уме. Возможно. Да все возможно. Это не вопрос, возможно или нет. Вопрос, тебе интересно или нет. Если тебе что-то неинтересно, оно неинтересно только на фоне чего-то другого, что тебе реально интересно. Ты говоришь, все обесценилось. Не может быть, чтобы все обесценилось. Если бы все обесценилось, ты бы сюда даже не пришел. Все обесценилось. Значит, не все. Значит, есть что-то для тебя еще важное, интересное. Ты просто не знаешь, как это получить. Вот и все. Поэтому я говорю, или ничего не делай, или иди попробуй. Что-то другое. Хватит умной работы. Заниматься. Может, тебе надо ящики таскать. И ты будешь говорить, господи, чего я раньше этого не делал. Чудесная работа вообще. Ну. Ну, чувство, скучно или не скучно, тебе же знакомо. Вот бери его. Оно как тебе самый лучший советчик. Скучно? Не делай. Вот ничего не делай. Если все скучно, ничего не делай. И поверь, ты внутри себя обнаружишь что-то интересное. Сто процентов тебе говорю. Не разбазаривай свое внимание. Соберись полностью и посмотри. И ты найдешь там что-то интересное. Если не находишься, тогда надо идти и что-нибудь делать. И там тоже найдется что-нибудь интересное. Сто процентов. Окей? Окей. Кому? Здравствуйте. Привет. А у меня вопрос. Хотелось бы узнать, как избавиться от сомнений в принятии решений? И как слышать себя лучше? Как принимать решения? Не сомневаюсь? Избавиться от сомнений, да. Их очень много бывает. Когда ты делаешь что-то первый раз, у тебя всегда будут сомнения. Так, не так. Надо больше делать. И появится уверенность. Например, я выбираю, куда мне пойти. И я вот не знаю, что будет лучше для меня. Что мне сделать в данный момент? Я не расслышал. Что мне сделать в данный момент? Я не всегда уверена, что то действие, которое я делаю в данный момент, будет лучше для меня. Да. Можешь взять, бросить монетку в таких случаях, я советую. Вот реально, достаешь монетку. Ну, орел идти, решка не идти. Подбрасываешь и смотри, чем бы ты хотела, чтобы она упала. Вот это иди и сделай. Все. Чем она упадет, не имеет значения. Просто посмотри, а чем бы ты хотела, чтобы она упала? Там же лежит всегда что-то больше, чем другое. Вот ты чему-то обрадуешься, там, орлу или решке, больше обрадуешься. Правильно или нет? Ну и все. Так зачем смотреть, чем она упала? Иди туда, чему ты обрадоваться должна была. Просто найти момент этот. Если тебе надо прямо вот идти, и ты не знаешь, идти или не идти, а так возьми паузу и прислушайся к себе, чего ты хочешь. Если ты в начале какого-то дела, ремесла, чего-то еще, в новой обстановке, там всегда будет неуверенность. Она у всех есть. Потому что ты не освоила территорию. Когда ты ее осваиваешь, возникает чувство контроля, возникает уверенность, возникает такое довольство. Но потом опять скучно, потому что она же уже освоена, эта территория. И хочется чего-то нового. Надо осваивать дальше. А когда ты расширяешь границы, опять наступает неуверенность, потому что есть новые места, которые ты не знаешь. И так вся жизнь идет. Я осваиваю что-то, работу какую-то, а потом вижу, мне на ней скучно. Значит, я себя уже здесь узнал, все. Я иду во что-то, где я еще не был, а там я опять неуверенный. Так что, у тебя как у всех, в чем проблема? Не останешься ты в этой неуверенности на 20 лет. Нет, не переживай. Наступит состояние, когда ты побежишь куда-нибудь, скажешь, хватит, все. Быть неуверенной. И все. Но бывает, решения приходят очень быстро, когда ты понимаешь, что вот так нужно. Мы про эти решения не будем говорить, там же все быстро. Нас волнует решение, которое называется 50-50. То ли делать, то ли не делать. Так вот я говорю, возьми паузу и посмотри, через какое-то время у тебя не 50-50 будет, а будет тут 51, а тут 49. Оно же куда-нибудь, оно не может остаться вот так. Зависло ты, и все. Ты каждый день живешь, ты каждый день чувствуешь эту жизнь, каждый день чувствуешь себя. И это чувство изменяет тебя. И на завтра ты можешь проснуться и почувствовать. Скорее всего, вот сюда надо. Если есть возможность взять паузу, бери ее и смотри, куда у тебя идет, туда или сюда. Если нет возможности, бросай монетку. И тогда почувствуй, чего ты хочешь в монетке. А есть ли это какие-то моментальные вопросы, которые не имеют еще особо большого значения, но я все равно очень долго сомневаюсь, что конкретно я на данный момент хочу, если мне зовут этот вопрос сейчас? Значит, они не очень важные эти вопросы, ты прям долго сомневаешься. Ну, не очень, они важные выходят. Или тебе удобно быть такой нерешительной, ты ждешь, когда кто-нибудь решит, за тебя вот побеспокоиться, да, вот прям, ну, прям не знаю, заканчивается цинк, нет уже, ага. Че скажете-то? Вроде пора уже, да. Ну, может, вы еще хотите пообщаться? Прям не знаю я. Удобно, да? Голосуем. Кто за то, чтобы продолжить с отцом, да? Нет, это я в шутку. Наше время, на самом деле, стекло. Последний вопрос. Спасибо. Кто прям так хотел? Так, ты... Ну, давай. Ну, у меня вопрос важнее всех перечисленных одновременно. Да уж, конечно. Вот я так и знал, что это будет самопрезентация в начале. Да, нет. Юрий, везде пишут, что лучшее, что можно сделать, там, для просветления, для роста, там, туда-туда, это, в общем-то, найти учителя, какую-то жертву принести, что-то. Короче, у меня такой вопрос. Как я могу сделать тебе приятно? А как это связано? Найти учителя и сделать приятно? Ну, тут много каких-то реплик из ВЕТ, и все время постят вот эти товарищи на Фейсбуке, всякие мудрости, но я хочу тебе сделать приятное. Самое приятное для меня было бы, это построить в Украине, наконец-то, нормальный ретритный центр. Так что, друзья мои, как вот сказала одна моя знакомая, не несите мне на день рождения подарки, и это все будет просто непонятно что. Вот конвертики принесите, и я буду очень рада, это будет так приятно. Поэтому давайте построим, наконец, нормальный ретритный центр в Украине. На моем сайте есть реквизиты все, внеси туда сколько можешь. Да я могу и поагитировать, у меня читателей много, я могу и поагитировать. Да, мне будет очень приятно. А то он еле-еле строится. Спасибо. Пожалуйста. На этом все, друзья мои. Давайте снова сядем, снова уберем все из рук. И немножко посидим, как говорится в этом послевкусии. Давайте закроем глаза и останемся неподвижными. Спасибо. 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 , спасибо. Спасибо. , спасибо. Спасибо. , 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 твоскому, спасибо. Продолжение следует...